Но позвольте тогда, когда вы говорите, ну вот уже там часть каких-то секретов открыта, там очень непонятные события и происшествия происходят на территории временно оккупированного Мариуполя. Три дня, включая сегодняшний день, там все время у них что-то взрывается и полыхает. Нью-Йорк Таймс, реагируя на эти события, написал следующее, что Украина нашла способ наносить удары в тыл россиян. Американцы фактически предполагают, что нам передали дальнобойное оружие, но без его анонсирования. То есть у нас есть некие там заявления премьер-министра Риша Сунака, который говорит, что ну вот Британия готова, и мы понимаем, что это какой-то вроде бы длинный такой процесс, логистика и так далее. Тем не менее, Мариуполь, который находится очень далеко от позиции украинских военных, как раз говорит о том, что воспользоваться тем, что у нас есть, ну то есть Хаймарс бы туда не достал, там 100 километров до Мариуполя, должно быть что-то другое. Владислав, как вы предполагаете, какой секрет вот этого успеха, почему три дня оккупанты не могут себя чувствовать спокойно и в безопасности на наших территориях в Мариуполе? Секрет совершенно очевиден. Это эффективная работа украинских партизан, украинских разведчиков, украинских вовкулаков. И, соответственно, с другой стороны, это высокоточная работа украинской артиллерии. Какие именно силы и средства использовались, ну вряд ли нам кто об этом в ближайшем перспективе расскажет, хотя ситуация весьма интересная. Я бы все-таки говорил о цифрах в 120 километров. Именно такое расстояние отделяет объекты, где случилась баллона на территории Мариуполя, и те возможные площадки, где размещаются украинские средства артиллерии, либо ракетных сил и средств. 120 километров у нас такого оружия нет. Хаймарс работает на расстоянии до 80 километров, Точка-У до 110 километров, причем, следует признать, ракет к комплексу Точка-У у нас осталось крайне немного. Поэтому, очевидно, это какое-то иное оружие. О чем идет речь? Пока ответа нет. И, кстати, если мы с вами вспомним о той самой балловне, которая случилась в августе, по-моему, 9 августа минувшего года на военном аэродроме в Саках, в результате которой практически 50% морской авиации Черноморского флота Российской Федерации превратилась в пепел, то и тогда, спустя, правда, месяц, генерал Залужин признал, что это была боевая работа украинских артиллеристов. Но он не сказал, какими силами и средствами была выполнена эта задача. В этот раз тоже мы видим, что имеет место быть определенный туман войны. Но то, что этот туман войны трансформируется в совершенно четкие и конкретные результаты, направленные на уничтожение боевого потенциала путинских солдат, ведь еще, по крайней мере, несколько дней назад они были уверены, что Мариуполь находится в глубоком тылу путинских войск, и никаких шансов, никаких предпосылок к тому, что по вражеским объектам, находящимся там, ничто никогда не прилетит. Но, видите, время идет, все изменяется. Да, мне очень нравится, что россияне, они всегда используют такую тактику, они очень многое анонсируют. По крайней мере, мы знаем, что была там какая-то задача выйти на границы, на админграницы Донецкой и Луганской области. Сейчас это сдвинули на 31 марта, если я не ошибаюсь. Надо было захватить какой-то дате Бахмут. И вот они все время заложники информации. У них оружия аналогов, которому нет, у них Сармат, который боится весь мир, но при этом при взлете эта баллистическая межконтинентальная ракета падает. В Украине все по-другому, обо всем молчат, ничего не раскрывают. Что, кто делает, мы просто по факту видим, что что-то происходит. Пускай так и остается. Пускай так и остается.